Это Маша, это мой самый первый вообще клиент, это клиент, короче, я заказала пигменты, машинки, всякую фигню, оно шло, приходило частями, я еще даже не арендовала помещение туда, но мне уже стали слуги попробовать, и это моя соседка, я ее выдернула, помню, и на ней попробовала, поковырялась на всех зонах, ничего не получилось, в том тогда ничего не осталось, да? Нет, на бровях чуть-чуть осталось, веки вообще, межлесничное пространство не осталось ничего, как бы, ну, у тебя руки убедые взвески, мне было страшно, мне боялось делать больно. Причем я помню дома же, это было кресло-качалка, мы его там подперли, поставили, наклонили, мне было жутко неудобно, мне было страшно, у меня не было света, какой-то свет с окна там падал, вот как ты решилась? Ну вот то, что решилась, конечно, с одной стороны было страшно, с другой стороны я вообще любитель Алиска, поэтому, как бы, конечно, хотелось попробовать что-то новое, вот, потому как много уже до этого читала, и Лена много рассказывала, поэтому решилась довериться и не пожалела. Нет, ну я ничего не испортила, у меня вот этот страх сидел испортить, не заблудиться там и все прочее, то есть... Нет, после этого пришла на корейскую тоже, да? На корейскую тоже пришла, что девочка другая делала, да. Дай пузырь на твои брови, бровки, осталось что-нибудь вообще? Угу. Вот тут видно, вот там, если вот так отклонить, вон идет там бледно-светло-коричневый. Сначала Маша говорит, давай брови, ну давай. Сидел, сидел, сидел и говорит, а давай губу попробуем. А потом, ну давай межресничное, что там, ну все, попробовали, все. Пытала тебя? Да там вообще ничего не осталось. Ну, межресничное сразу вообще не было. Брови были, как бы губы еще даже какое-то время были. Нет, ну естественно, она переживала, она вообще, говорит, я боюсь тебе очень, ну так, глубоко сделать, да, чтобы были потом непонятные пятна, чтобы был какой-то эффект непонятный, поэтому, говорит, я буду поверхностно видеть. Ну это такой страх, когда, ну во время обучения было очень мало моделей, вообще, почти, ну полностью я не делала ни одной процедуры, от начала и до конца. Я не знала, как руки ставить, я не знала, на какой глубине работать, я не знала, как фиксировать эскиз правильно. И, я не помню, я тебе растушевку делала или волоски попалась? Волоски. Волоски. Первая работа была волоски у меня. Причем меня во время обучения вообще не учили волоски делать, так бы это мне сказали, что этот трэш вообще не надо этого делать никогда, только растушевки наши все, и полностью. И стыдно-то было хоть после того, как сделала процедуру тебе? Нет, ну она очень переживала, сказать стыдно нет, но очень переживала. Брови, да, не получились, как бы, естественно, что, ну, Лена и сразу сказала, что коррекцию придется делать, как бы, а так? Сколько денег с тебя взяла? Ну, мне делала бесплатно. Какую за это деньги брать на подоконнике? Да, это же бред. Дома, да? Да, дома. Говорю, что пришла. У меня даже еще полностью оборудование не пришлось. Вот то, что красный ты там пробовала, да, то, что там, как бы, еще машинки новые я только открывала первый раз. А ты ожидала, что вырастет в такую контору? Она или нет? Ну, как бы, на тот момент это было новое видение, как бы, модно, да, конечно, тем более Лена с таким настроем была боевым. То есть, как бы, я же говорю, она когда еще в Питер ехала учиться, она, вот, я приеду, столько эмоций, столько этого впечатлений было. Она ушла и забыла про меня. Да, ну, прямо уже. Вот, я и рассказывала многим это, то есть. Зергут, ладно, но пасаран, она на этом закончена. Она устроена. Она устроена.